здрасте а у вас танки есть имеет ли смысл вести его из китая либо его нужно покупать у дилера вот какой нам нужно найти ответ в этом видео ну конечно я мечтаю о таком я шум говорю даже дети бегут посмотреть маленькие вот такие бегут посмотреть по машину тоже но не трушность первый раз делаю обзоры на картинки со стендом какая-то херня то нужно единица да это столь реально не ну меня в джей нету люк чет смеешься ну хоть посидеть ты экономишь миллион ребята привет приехали в шоу-рум танка в торговом центре напротив продают булочки пончики одежду и стоит стилевый шоу-рум танка здесь у нас стоит 300 модель вы посмотрите на нее она в тюнинге top fire это внедорожный комплект который идет от партнерской студии которая партнерится с great wall потому что кто не знает great wall это компания и у нее есть под компания танк вот пожалуйста это популярнейшая машина все говорят в россии танки всем он нравится почему этот дизайн вроде он кажется ну как бы что-то это джип франклер либо это ford bronco то есть все равно дизайнеры танка оглядывались когда рисовали дизайн и такие так с кого бы нам все срисовать вот и сделали я считаю ну грубо говоря копию этих автомобилей что-то какой-то гибрид ходят люди это обычный мол какой-то ходят люди танк привлекает себе внимание очень сильно то есть мы прям сидим вот так ждем пока его посмотрите это люди уйду с детьми и женами вот так сидим ждем ушли только начинаем опять приходят люди очень заинтересовывает эта машина людей хотя она похожа на и джи крузер она похожа на там уаз патриот и что в ней люди нашли почему такая популярная когда есть вот там вот вдалеке стоит кроссовер от great wall мы о нем поговорим попозже он вообще на мониторах весь вообще просто люксовый но людей привлекает эта машина давайте посмотрим то знаете какая наша самая глаз да не посмотреть танка выше обзоров в интернете вот так а сколько он стоит в китае сравнить с тем сколько он стоит в россии и понять имеет ли смысл везти его из китая либо его нужно покупать у дилера вот какой нам нужно найти ответ в этом видео давайте посмотрим на танка который у нас именно в комплектации в тюнинге топ fire смотрите но здесь у нас классика ну внедорожная да не крашены бампера не крашеные арки вот такие фандера стилевые пластиковые это все тоже это все тюнинг место под лебедку ну и и нету но зато как бы бампер силовой окей у нас подножки у нас здесь багажничек все металл все крепко надежно ручки цвет бомбически я вообще мечтал джуху иметь в таком цвете потому что вот этот цвет цвет ауди назовем его да он там очень многих вот мы были сегодня у черри в гостях и там стоят тиги 8 именно в таком цвете смотрятся на и танк не исключение я шум говорю даже дети бегут посмотреть маленькие вот такие бегут посмотреть по машину окей идем далее здесь у нас подножка залезть что-то доставать багажника так бампера силовые все это не пластик давайте обратим внимание штатный выход под фаркоп наверное он все таки есть здесь и вот здесь вот такая вот штука это поддерживать колесо чтобы не отвисала дверь очень грамотное решение она крепится на фаркоп блин ну и вообще по-хорошему потому что есть проблема у вообще внедорожных автомобилей каких-то но в старых там вообще то есть от десятилетий но машина там сделано там восемьдесят двятом девяностом году у нее висит колесо на пятой двери конечно же двери от висает петли провисают и но приходится дверь чуть приподнимать и захлопывать на fj вроде бы штатный колесо на немного весят но все равно у тебя как бы но петли страдают их усиливают а если у тебя какое-то здоровенное колесо вещь так но это это не 33 колесо на 31 ну все равно то есть как бы отежка гудрич но весит почему-то знаете резина гудрич они какая-нибудь рот круза которая копирует полностью гудрич и продается китайском рынке колесо весит и люди делают вот ну уже кастом они делают из заднего крыла петли ну то есть усиление там внутри кузова и как бы у тебя колесо висит не на двери а вот на таких дугах и отдельно закрывается на замок и ты сначала открываешь колесо как на как на старом сурфе по-моему ну на старых джипах я просто честно говоря я вот не знадоб я вообще с недорожным миром прям плотно столкнулся когда купил fj я вот эти вот старые тачки старые сурфы старые тирана но я никогда не болел этим до fj грязью поэтому могу не вспомнить какие-то вот такие старые модели где откидывается сначала колесо а потом открывается багажник окей пошли посмотрим салон потому что он здесь такой же но как и в классическом танке это все вы можете купить с завода в подобном тюнинге я скажу цену и за самый обычный танк и вот в таком тюнинге так ну конец вообще как я люблю эти тачки потому что fj моя любимая машина и здесь все на нее похоже вот в салоне не не похоже смотрите но вот этому что это у нас но мерседесовская да то есть вот такая вот приборка красивая красивая руль очень очень информативный музыка там выключить полностью звук голосовые команды принять вызов этому с управлением но ничего не работает сожалению окей вот такой барашек это у нас управление драйв мод что-то там антиюс снег шоссе блокировочки у нас но у нас сзади мост и межосевая блокировка вот там кстати говоря очень много очень много обзоров уже на танк и они показывают реально достойные результаты на двухлитровом моторе на 227 сил на восьмиступенчатом автомате они прям хорошо преодолевают препятствия грязь так смотрите как бы вот это ну вот наконец таки мы нашли хоть что-то люфтит в самой тачки которая должна быть собрана на прям как сжатый кулак ну вот как бы но есть такая узнать сопливость небольшая ну ладно джойстик но это конечно вообще не ну меня в джей нету ли в чет смеешься ну хоть посидеть когда у тебя там машина может куда-то проезжать а у тебя здесь ты просто сидишь в мерседесе но вот эти прицелы так ой печка на кнопках нового это это уже считается здесь вообще old school аналоговым потому что все в сенсорах обычно зашито так это все сенсор да у дэксенсор красавчики посовчики сделали так у нас люк так подожди а где кончается багажник это багажник еще идет а ну а непонятно багажник идет у нас за люком то есть туда можно чего-нибудь поставить все равно привязать свой груз так потолок у нас светлый сразу все будет в грязи так вот это у нас тряпка тоже будет в грязи я просто говорю но я на опыте говорю если юзать эту машину по всем правилам все будет в грязи так ну бардачочки вот это вот мне все нравится секрет кнопка старт давайте посмотрим вот на приборку оказывается его можно включить все кладно тут тут ничего не сделано в плане это комплектация ничего по электро начинки не несет блин ну конечно в джей я хочу я там знать я поставил все магнитофон те те осей c3 по моему если могу неправильно выражаться можете написать что я там не умею читать эти китайские названия те осей c3 окей вот ну конечно я мечтаю о таком у меня такого нету так ну в общем что а ручка вот вот красавчики почему нету в моем и в джей такого вообще молодцы ну что китайцы красавчики когда все делают электрокары когда все делают вот эти множество дисплея вот этот комфорт электрификацию есть крутые ребята которые делают которые делают вот такие машины для внедорожья для аудура ну что в итоге у нас что получилось внешне это копия бронка и wrangler а внутри это mercedes технически у нас это у нас это тоже wrangler 2 литра turbo бензин 8 ступый автомат не напоминает ли у нас технологии джипа нет по моему напоминает так окей ну мы просто а вы видели кстати наш видос когда мы тестили fj и джипа рубикона но рубикон да у него блокировки передние и задние двухлитровый мотор у нас приехал скорее как мы их тестили на русском острове и как у нас рубик застрял на всех блокировках fj на 4 литрах выехал там из одной грязевой лужи но не показатель конечно но как бы знаете два литра вот эти вот но китайцы просто не не ставят самый максимум который вообще есть это опять ну вот который я видел вот среди вот мы какой день уже ездим смотрим китайцев изучаем самый большой мотор у танка 500 которого здесь нету у него трехлитровый бензин twin turbo на 360 лошадей который делается под рынок китая это самый большой мотор который мы видели везде полторашки 1.6 там 1.4 двушка максимум это с нее выжимают там 254 силы по моему видели ну как бы все все карл больших 4 литровых моторов 3 5 дизелей здесь вообще нету камень подсветочка вот это но это все то уже но не трушность но я-то понимаю вообще куда бьет производители ему вот эти вот конкретные леса грязь болота зачем зачем это будет единицы ездить пользователей этих автомобилей куда-то в подобные условия им нужна машина которая будет отвечать как бы духу хозяина но есть по шанхаю по идеальным дорогам зачем тут ну какая то вот это вот то о чем я говорю это нужно единица шанса за музыка infiniti окей а посмотрите стиль до какими болтами все закручено но вообще не конечно если брать танка то хочется конечно в топ fire тюнинги давайте откроем багажник все понял я просто не отжал рычажочек так вот надо сделать так что у нас тут можно чем спрятать это у нас реально реально это чё такое ты чё стул и чё такое это стол я думаю это столик да это столь реально это столик вон там ножки у тебя вот такой вот стол и ты его вот этой вот китайской едой вот этим соусом все забиваешь ну скатер тогда надо не прикольно как бы вот не я не адекватен розетка на 220 это это сильно здесь тряпка я просто видите я не адекватен я смотрю на эту машину то в каких условиях она должна жить но она как бы создавалась же у нас для чего для а у дура и я просто понимаю но вот это ну нет здесь должна быть резина пластик либо за все коврами а как не спать а ну понятно как вы джи никак там надо откручивать сидушку и тогда у тебя вода вот они полностью упадут ну-ка сейчас сейчас еще секундочку ну да да все то же самое нет не откручивать а вот здесь вот вот так здесь вот вот так но подголовники вытаскиваем да и тогда все равно не получается я в полный рост здесь не могу спать все как в дже только вот здесь вот она откидывается с рычажка а у меня нет что зарядки нет ну ладно благо не на гибриде потому что танк 300 он же гибридный в китае вы не знали у нас там продается на 1099 лошадей внутри литра turbo а здесь китая он гибридный у него батарейка на 40 с копейками киловатт-часов он может проезжать 70 километров только на электротяге это там 500 продающийся в китае такого в россии пока нету только серый импорт кто-то привез и продает блин ребят но мне нравится вот именно вот в этом тюнинге мне нравится не забываем и только потом идем вот видите тачка вообще очень привлекает людей то я такой иду иду и такой замечаю что вот здесь фаркоп который сделан по уму потому что фаркоп и как правило дырявец крыло да то есть просверливается дыра туда заходит по трубок и получается у вас воздух поступает вот тут идет труба 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 и уводится сюда ну то есть я думаю если вы с недорожной темой маломальские знакомые примерно представляет то что воздух сосется не классические не из-под капота откуда-то а берется отсюда делается для чего чтобы мотор не хапнул воды не было гидро удара ну и там все вот эти манипуляции с мотором тысячи рублей эти полетели десятки сотни на fg делают но опять же не toyota делает это ребята то есть они вот эта штука вот эта часть jobo часть кузова она вытаскивается у тебя вот здесь вот такая пластмассовая штука вот как это только это ну это грамотно сделано она закрывает всю эту часть по трубок да идет в крыле и также вот ну тоже самое на моем fg только здесь подобно под кузов все закреплено все закреплено ну а ну вот здесь вот получается на стойке сделано ну вот сюда попало смотрите вот сюда попадет пыль и когда тачка будет ехать вот это вот все вот этот абразив будет тереть краску если купите в к в тюнинге top fire имейте в виду я бы вот здесь бы все бы проклеил бы чтобы сюда не попадала пыль ничего не попадала так не должно быть но за стиль и за идею лайк так ну что отец сыном сидят за рулем но я мгру машина максимально популярны максимально просто я думаю знаете дети основные основной катализатор продаж этой машины в вот таких вот центрах именно про танк 300 потому что она выглядит но я грудь дети прям магнитят внимание свою то есть вот такие прям подбегают они ничего не понимают еще но им нравится поэтому как бы машина привлекает внимание кто бы чего не говорил что это уазик это все какая-то там стрёмная тачка когда вон те до машины красивые на диодах прям вау тебя там типа конкуренты теслы не туда ник туда дед подошел постучал по крылу ну так ну так постучал по крылу там обошел вокруг и ушел все все люди здесь ребят какая техничка у танка китайского а не тот который официально поставляется к нам у нас двухлитровый турбомотор на 227 лошадей восьмиступенчатый автомат задний мост межосевая блокировка все вся техничка ну и уже потом опции сейчас мы посмотрим по салону но и там сейчас вот здесь вот мы покажем фотки классического танка и он будет конечно же отличаться от вот этого в тюнинге внедорожном top fire так ребят смотрите по ценам что у нас на танк вот здесь вообще машина начинается 203 тысячи юаней но это без скидок то есть потому что когда ты приходишь и гришь я хочу купить у меня там клиент из россии клиент из европы клиент из другой страны там когда приходит дилер агент покупать ему дают скидку можно найти по стране цену дешевле этой за новый автомобиль можно купить 22 года тачка будет новой и не по 200 3000 в общем цена от она прям но я думаю где-то в 175 тысяч юаней можно найти 22 года новый пробег до 5000 я тоже рассматриваю и где-то тоже там на 10 на 15 на 20 тысяч юаней можно дешевле купить смотрите вот здесь вот он идет в каком-то там стилевом пакете за 223 я не знаю что из-за стилевый пакет и смотрите вот именно в тюнинге top fire вот в таком виде он стоит 233 тысячи эта машина стоит но вот реально сейчас заходим на сайт китайский типо дрома типа авто точка ру и они вот прям сейчас предложение ты поехал забрал 300 тысяч юаней да все блин ты у меня все миллионы эти постоянно миллионы тысячи тут-то миллионов нету а в россии миллион постоянно хочу сказать 300 миллионов сейчас вот предложение в наличии 300 тысяч вот это под заказ либо прям вот над заморочиться прям поискать вот в топ fire чтобы у вас были колеса силовые бампера шноркель фаркоп вот с этим рычажком который поддерживает колесо смотрите ну допустим вот стоит он 200 тысяч юаней ему цена в россии растаможенного 33 200 знаете сколько у дилера стоит новый так 23 года старт 3 700 сейчас ну то есть минимум полмиллиона разница минимум а если найти 22 года как я говорю и 22 немножко был ниже трех миллионов будет цене и там 2 и 8 допустим можно завести ему классно же то есть ты экономишь миллион 2 600 он стоит здесь в китае плюс его привести раз поможет где-то там 36-38 если там как бы не ждать заказа завода вот ну там пусть он будет там ну максимальная цена до 4 миллионов он будет сразу в тюнинге вам ничего строить не надо мне понравилось ну то есть я знаю я своими руками я покупала я конечно своими руками ставил шноркель я то есть собирал свою тачку и ну как бы это все время деньги нервы ты оставляешь машину у ребят которые тебе это все ставят знаете постройка это интересно но если у тебя нету времени ну как бы такое тратить как бы я во второй бы раз не знаю под вопросом проходил бы этот путь если мне нужна сразу боевая тачка я бы взял бы в топ файре сразу бы потому что резина гудрич парков багажник все стоит все с завода установлена никакого колхоза лебедку только воткнул там внизу напишите типа посоветуйте лебедка я посоветую китайская да она будет китайская но она будет вот такая на грязевых соревнованиях все пользуются такими лебедками и это не какие-то айрон мэн и за там 150 тысяч ладно отвлеклись ребята напишите внизу комментарии пожалуйста что думаете про танка что думаете про тюнинг что думаете про вот эту смесь дизайна бронка дизайн вранглера салон мерседеса вообще что получилось какая-то херня или это то что нужно пользователю то что ты прорываешься просто в какую-то я не знаю тайгу просто через грязь в топовом салоне мониторы выходишь из рая а ты в каком красивом месте а у тебя тачка проходимость еще просто там бомбическое но если ты в этой машине попал в грязь и тебе нужно лебедиться вот так по пояс в грязи но это не про вот эту машину но она стилёвая она мне понравилась я бы такую взял и возможно когда я эти уже я посмотрю что будет станком если мы три стайловый конь почему бы нет потому что он крутой ребята если мы не найдем танк 500 если вы смотрите это значит мы не нашли танк 500 смотрите его просто нету в торговом центре и здесь в китае немножечко но сложновато вот такие вот маленькие локальные дилеры есть у них машина ты приезжаешь она может быть а может и не быть вот здесь не оказалось танка 500 у нас же цель какая обзоров вот так вот танков 500 очень много машина фсб да и называют россии фсо фсб смотрите данного автомобиля очень много на ю тубе у нас нету цели показать его он такой же как в россии что отличает китайского танка 500 от российского танка но первое да это лошади 290 лошадей на россии он идет и на 360 лошадей он идет в китае но во второй половине двадцать третьего года то есть мы сейчас в конце июня грубо говоря там через пару дней у нас уже будет июль концу этого года они выпустят версии печали они и уже показали они просто и начнут продавать смотрите они туда добавили батарею на 19.95 киловатт-часов она позволяет этой машине с 45 километров проехать чисто на электротяге он заряжается от сети ну в общем у машины появляется в сумме 404 силы то есть ей полегче стартовать ехать машина становится экономичнее знаете сколько они расход пишут что он не будет 4.7 литра на сотню представляете так ребята что по ценам внутри китая на танка смотрите вот здесь комфортная версия цены там 335 тысяч там до 355 вот здесь у нас а спортивная версия точно такие же цены это у нас скидка у нас вот здесь вот комплектация black самурай вот здесь вот лимитированная не знаю что в ней мы покопались покопались не нашли вот четкого списка опций печи еще не вышло и цен ну наверное будет там 400 тысяч юани наверное базовая цена будет за это автомобиль так смотрите нас интересует это верхняя цена то есть базовые танки 500 и то есть он там стоит где-то 3 800 он стоит в китае 3 800 завести его в россию растаможить где-то 5 200 5 500 самый дешевый танк сейчас самый дешевый дилерский на 299 лошадей стоит от 6 миллионов это это он дозвонить здрасте а у вас танки есть то есть еще за 6 миллионов вообще не факт чтобы купить и но потому что объявление висит и приезжаешь о извините нету его забрали остался за 6 400 берете поэтому экономия имеет смысл подождать очень интересная версия печи которая для данной махины land cruiser 200 до но вообще в целом то есть это огромный джип первый раз делаю обзоры на картинки со стендом это огромный джип с гибридными технологиями в двухсотке нету в 600 нету в 570 кине ту в патроле нету все нигде нету а китайцы красавчики в данную махину еще и печи который заряжается от розетки красавцы ребят ну что в общем имеет смысл вести что 300 танк что 500 и там именно из китая машины себя уже показали на ю тубе уже что с ними только не делают уже там и говорят о каких-то проблемах там и прочее расходники есть обслуживание есть вообще по всей стране в города где они продаются поэтому если вы привезете себе танка из китая вы его спокойно можете обслуживать своем городе если у вас продаются танки их обслуживают на по гарантийным ну и вообще просто принимают на обслуживание вот такие варианты из китая которые завезены серым импортом ребят а напишите ваше мнение про танк 500 на данную махину поставить гибрид и не смущает ли вас 360 лошадей будет вас в ептс когда покупайте вот такой автомобиль за 5 плюс миллионов так ребята смотрите танки можно сделать вот в таких вот цветах кузова мне нравится вот это мы видели кстати говоря в китае ехал черный тонированный на колесах на гудрича и он был розовый вообще стиль вот оранжевый тоже прикольно ну в общем вот это вот все можно заказать завода вот вот этот вот классный и вот этот классный мне нравится так и смотрите у нас вот такая вот отделка возможно внутри но это уже больше про заказ завода найти такой в розовом цвете допустим вот с такой кожи ну я думаю в китае будет очень сложно наличь поэтому всем до заказывать на заводе ребята у компании great wall еще есть под компания называется в и и у них вышел в апреле 23 года вот такой вот здоровенный кроссовер и называется лэнс хам но китайский название сами понимаете не очень звучит но вы посмотрите какой он крутяцкий давайте посмотрим внешность в интернете называют то что обзывают его ли 9 копий камеры вот здесь в обе стороны в ушах камеры ручки прячутся ну да здесь все мне напоминает честно говоря ли 9 подножка не знаю электрическая либо нет вау 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 илюха смотри сюда какие стопы вэй он нас печали вот у него зарядка есть быстро есть медленно вот он стоит на медленно от нее сейчас питается подножка интересно убираться или нет но я вижу что она убивается автоматически так все камеры панорама идет в базе такой красавчик ну что похож на ли 9 я думаю да но вообще в целом кузовом потому что но у ли 9 у него здесь идет полоса диодов здесь все-таки он такой больше в классику но вот эти вот как бы брови очень стилево смотрится основная фара пока вот из пола получается двухэтажная оптика технические данные он гибрид печи вид то есть до заряжается от сети у него батарейка на 42 см и киловатт-часов на ней он может проехать 180 километров только на электротяге мотор бензиновый он как генератор то есть как в ли 9 на 150 лошадей и он все-таки подключая то есть это не стопроцентный последовательный гибрид а он в процессе движения на высоких скоростях он подключается колесам и помогает и крутить они только электротягой одноступенчатый редуктор в пике 599 лошадей мощность всего автомобиля ну то есть и бензинного мотора всей гибридной системы давайте посмотрим так но здесь же опять мы видим перекличку следей да все-таки не зря его называют копия ли 93 три монитора больших машина напоминаю это апрель апрель 23 года ее выход надо смотреть что могут сделать ребята по поводу русского языка приборка красивая опять же все про то что происходит тоже везде камеры везде автопилоты так у нас большой брат следит за нами так смотрите у нас панорама у нас люк так у нас сверху тряпка это не алькантара но сделано под алькантару такси о наконец-таки у нас классические сиденья вот посмотрите то есть она не прям спортивная но мог бы она обычная здесь ремень сделан прям в сидушки пассажира и здесь есть атаманка и практически сидение делается в как она правильно называется почти в кровать не знаю как это корректно называется давайте попробуем там есть функция в компьютере ты нажимаешь и у тебя сидение сразу принимает такую форму но еще и отъезжает получается атаманка но вообще в целом в целом материалы как все сделано все кнопочки все кнопочки все классно вы глубоченный бардачок так давайте посмотрим что у нас сзади так аудиосистема у нас не подписан но колонок много колонок много но так как он позиционируется как очень дорогой двери здоровенный тяжелый так здесь у нас в общем не отъезжаем почему-то но должны а нет это все представляете она у нас очень комфортно откинуто сидение водителя так ну что у нас здесь столик где-то мы-то видели они в лекси ангеле так 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 ну что мы в принципе комфортно тоже здесь не копшей не копшей столик почему-то почему-то за водительским сиденьем хотя в таких автомобилях то есть вообще в приоритете вот это сиденье но почему-то почему-то сделали столик именно здесь окей давайте он у нас так что ты с одной кнопки не убираешься да у нас еще два задних сиденья я тут я тут недавно снимал обзор на x7 и там нам там нам компания бмв заявляла и что и как мне пролазить мнение это что-то 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 не по ну все и как вот 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 хороший люка но это не совсем удобно я тебе так скажу но через багажник еще один вариант а через люк так ладно я полез попробуем ну да 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 так есть зала но не для взрослых людей так скажу сразу ну как бы да можно сидеть но так не пойдет до хабаровска доехать можно и даже дальше есть подогрев продув нет так кабеля тайп си нету кармашков нету так но в общем 3 ряды мы в китае видели и получше я вам скажу ну перфорированная кожа материалы классно вот все строчка ровно пластики ровно подножка крепкая так в чем шторка до закроем и так давайте посмотрим багажничек смотрите при полном баке заправленном бензином и при заряженной батарее эта машина проедет 1200 километров и все понятно так это у нас откидывается механически сделается ну в общем как бы честно говоря но эта машина стоит дешевле ли я уже забегу вперед и поэтому то что где-то тут что-то ты делаешь с рук простительно но оптика ручки подножка сколько стоит этот гигант по-другому не назову от двухста восьмидесяти до трехста десяти тысяч юаней то есть грубо говоря там там триста тысяч это где-то три двести три 250 в рублях он стоит растаможить его завести в россию будет где-то 4 500 4 600 за новый автомобиль за те технологии которые он себя взял электрические за те функции которые есть салоне за мониторы за панораму за прочее я считаю хорошая цена потому что самый бюджетный ли самый бюджетный ли это получается ли 7 у нас будет стоит где-то в районе 5 700 эта машина то есть ну там на миллион дешевле 4 500 4 600 хорошая цена хотя по габаритам он как ли 9 надо брать ребят внизу ваш комментарии про салон танк поставьте лайк подпишитесь на канал у нас будет еще видосы из китая пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля